Добрый день, дорогие друзья! Еще раз добрый день! Шалом! И мы продолжаем изучать Тору, Шавуа Тов. Сегодня 14-е Яра. Сегодня 2-й Песах, Песах Шини. Я расскажу сейчас, чуть позже, что это за Песах Шини. И сегодня 15-е мая, воскресенье. И 29-й день Омера. 29-й день Омера. Значит, что можно сказать про Песах Шини? Значит, ну, все знают, что Песах это одно из центральных... Вообще, исход из Египта это центральное событие в истории еврейского народа, в истории мира. То есть, был народ Израиля, потомки из Исраиля, Израиля, Якова, который получил имя Исраиль, Всевышний завел их в Египет, там они были в рабстве. В тяжелейшем рабстве мы тоже можем проследить, как получают в этом мире подарки от Всевышнего. Получают подарки от Всевышнего именно так. Вначале в рабстве, тяжелая работа, вообще прям такая прям давление. А потом, бах, Всевышний вдруг выводит из Египта, дает огромный подарок, исход из Египта. И, значит, и дарование Торы. Найте вам Тору. Тора это связь со Всевышним, которую мы изучаем. И через Тору мы соединяемся со Всевышним. Хорошо, значит, с этим понятно. Теперь, когда вышли из Египта, то мы отмечаем этот день, называется этот день Песах. Песах это праздник, который празднуется на исходе из Египта. Едят мацу, пьют 4 стакана воды, 4 стакана вина. И раньше приносили огненка в жертву, когда был храм. Приносили огненка в жертву, назывался жертва Песах. Так она и называлась. Когда первый раз выходили из Египта, были среди еврейского народа, были люди, которые несли гроб Юсефа. Юсеф, который Юсеф праведник, один из сыновей Якова. Когда он умирал, он сказал своим потомкам, своим сыновьям, что когда Всевышний вспомнит вас и выведет из Египта, возьмите меня. Не забудьте, не оставляйте меня в Египте. И были, которые несли его гроб. А те, которые несли гроб, они были ритуально нечистые. То есть они не могли есть жертву Песаха. И они пришли к Машарабейну. Машарабейну спросил у Всевышнего. И Всевышний сказал, что они могут через месяц, 14 яра, сделать Песахшини. Чтобы, значит, они могут спокойненько в этот день, значит, могут принести жертву Песах. Через месяц. И что мы отсюда учим? Что мы отсюда учим? Суть второго Песаха. Вот то, что через месяц есть вторая возможность, вторая попытка. Не существует такой ситуации, когда можно сказать, что все пропало. Всегда есть шанс на исправление. Это вот то, что мы учим из сегодняшнего дня. Всегда есть шанс на исправление. Даже, даже тот, кто был нечист, тот, кто был далеко в дороге. Так в Торе сформулировано, что тот, кто был нечист, тот, кто был далеко в дороге. И даже тот, кто сознательно поставил себя в такую ситуацию, в которой не мог принести пасхальную жертву вовремя. Все равно он все может поправить. И там есть еще одна очень красивая вещь. Я слышал ее от Равыска Казильбера. А он говорил от имени предыдущего Любавического Рэбе. Там есть еще слова. Тот, кто нечистый, тот, кто в дороге. И на поколение. Тот, кто отошел от Всевышнего уже на поколение. Уже несколько поколений ничего не соблюдали. Несколько поколений были атеистами, коммунистами. Даже тот, кто отошел на поколение, все равно может вернуться и принести пасхальную жертву. То есть вернуться к Всевышнему и приблизиться к Нему. Представляете, вот такая вот нам Всевышний дал возможность. Чува, раскаяние, возможность прочувствовать, присоединиться вот этот вот прям лучик света. И через этот луч света, бах, соединиться с Богом. Теперь обретение неба на земле. Книга, что нам говорит. Значит, мы понимаем, что всегда есть вторая попытка. Всегда можно все исправить. Это первое. Второе. На пути из Египта к горе Сена еврестий народ встретил в качестве препятствия Красное море. И евреи разделились на четыре партии, на четыре группы. Одни приготовились сражаться. Другие предложили сдаться и вернуться. Третье. Всем покончить с собой. Представляете, была такая идея, покончить с собой. Четвертые принялись молиться. Бог сказал, обращаясь к Маше. Что вы плачете, говорит, взывая ко мне. Я ведь сказал вам идти вперед. Продолжайте свой путь, и вы увидите, что никаких препятствий нет. Евреи продолжили идти. Действительно, препятствие обернулось чудом. Значит, здесь мы тоже видим такую как модель. Модель поведения в сложной ситуации. Значит, первое. Это всегда есть второй шанс. Еще, еще, еще раз попробовать. Даже если ты сделал какую-то ошибку, все, пробуй еще раз. Второе. Значит, если ты веришь, что есть вот такой, что должен быть успех, что Бог тебя услышит. Тут опять же, смотрите, очень важная деталь, на кого человек полагается. Вот если есть у человека сложная жизненная ситуация. Возьмем ситуацию, например, человек болен, не дай Бог. Он болен. Вот, например, есть такие люди, болеют, сложная ситуация. И он в этот момент, в этот момент, он говорит, я уже пробовал, ничего не получилось. Нет, нельзя так. Пробовал, еще раз попробуй. Еще раз попробуй. Есть еще, то пробовал, другое попробуй. И опять же, песок шинеет, а вернуться к Богу. А пробовал ли ты вернуться к Богу? То есть, ты, может, пробовал уже 25 разных вариантов. А к Богу ты возвращался? Делал ли ты чуву, настоящую чуву? Раскаялся ли ты? Молился ли ты? Ходил ли ты 40 дней к котелю, там, к стене плача, да? Значит, первое, что мы учим, значит, если есть какая-то у тебя неприятность, вернись к Богу, да? То есть, вторая попытка, имеется в виду песок шине, все-таки вернуться с Богу, вернуться к Богу. А второе, вот когда ты уже вернулся к Богу, тогда ты должен идти до конца, каждый раз молясь, вспоминая, Бог тебе поможет. Вот это вот схема, которую мы сегодня увидели. И мы видим, что Всевышний так действует. То есть, откуда мы знаем, как Всевышний действует в этом мире? Исторы. Вот мы видим, пожалуйста, Всевышний любит Авраама, 10 испытаний ему дает. Всевышний выводит Иверестный народ, чтобы дать ему Тору, и до этого он его садит на 210 лет, тяжелейшее рабство. И потом выводит, и за ними гонится, и он все равно... Нет такого, что я тебя спас, и все у тебя хорошо. Нет, такого нет. Я тебя спас, а вот море перед тобой, что ты будешь делать? Надо идти вперед, пошли вперед. Дальше, прошли море, все отлично. Дал Тору, все великолепно. Дальше, надо зайти в землю Израиля и Тору выполнять. Ой, страшно, боимся. Все, потеряли шанс. Вернулись в пустыню, 40 лет в пустыне, и заходим второй раз. То есть, мы видим, что Всевышний подарки, когда Всевышний дает, это подарки, которые все равно надо зарабатывать. Подарки, которые надо зарабатывать. И все в этой жизни, оно идет вот таким вот путем, что если есть что-то хорошее, ты должен это заработать. Прямо приложить усилия. Мне очень нравится американская поговорка, no pain, no gain. Нету боли, нету прибыли. То есть, любой человек понимает, что если ты хочешь получить что-то, за это есть оплата. Все. Хочешь развлекаться, за это есть расплата. То есть, у меня очень четко так я для себя, так я вижу, как работает система, что ты или ты платишь вначале усилиями и потом получаешь, или ты получаешь, а потом расплачиваешься. Или оплата, или расплата. Но за удовольствие надо платить. Нет такого, что ты можешь кайфовать и не платить. И даже когда ты идешь ко Всевышнему, это самое высокое удовольствие, которое только есть в этом мире, соединение со Всевышним. Когда ты идешь ко Всевышнему, то тогда за это надо платить чем? Тоже работа, самотверженная работа, выполнение заповедей. Это непросто. Это очень непросто выполнять заповеди. То есть, кто выполняет, он знает, что это постоянная-постоянная работа над собой. Преодоление себя, преодоление сложности. То есть, это как бы очевидно. Хорошо. Дальше. Мудрая сторона каждый день мы пропускаем сегодня. Хумаш. Мы начали изучать главу, которая называется Бехукатай. Бехукатай переводится «Если по постановлениям моим будете идти», начинается глава «Им бехукатай телеху». Если по постановлениям моим будете идти, вэтмитсватайте шмуру, и заповеди мои будете соблюдать, выполнять, васитему там, и будете их делать. То есть начинается глава, что Бог прям начинается слово «Если». То есть он говорит, смотрите, вы можете получить в этом мире все, что угодно. То, что я сейчас говорил, только я как-то говорил по-простому, а тут написано языком Всевышнего. «Если по постановлениям моим будете вы поступать, телеху, будете идти, вэтмитсватайте шмуру, и заповеди мои будете соблюдать, и делать их». Что будет тогда? Давайте. «Венатати гашмейхэм бэ итом, и дам я дожди вам в срок. Венатна аарец ивола, и даст земля свои плоды. Вэтсасадэ итэн перьё, и дерево в поле будет давать свои плоды тоже». «Значит, понятно, да?» «Вэйсик лахэм даэш эт бацир, у бацир ясик эт зэра». «Значит, и достигнет у вас молодьба сбора винограда. То есть вы только пшеницу соберёте, уже надо виноград собирать, уже поспил виноград. И собрали вы виноград, а уже вам надо сеять. То есть у вас круглый год будет в сельском хозяйстве просто урожай, урожай. «Вэйхалтэм лахмэхэм и будете кушать ваше хлеба, лизбоа, и будете насыщаться. И будете сидеть в безопасности на вашей земле». Представляете? То есть Вышний говорит, всё будет отлично у вас, всё великолепно будет. Прям вообще народ Израиля, зайдёте в землю Израиля, но на условии будете соблюдать все постановления и все заповеди, да? Тут есть комментарий такой. Сейчас. Значит, хорошо. Всё, на сегодня вот этот отрывочек очень короткий. Прямо первый отрывок, он очень короткий, но он очень такой, как сказать, но очень наполненный. Значит, есть в Талмуде спор. По-моему, это трактат Брахот. Спорит Раби Ишмаэль и спорит Раби Шиман Бар-Юхай. Значит, Раби Шиман Бар-Юхай говорит, что нужно, человек рождён для того, чтобы изучать Тору. И в этом смысл вообще человека на земле, это служить Всевышнему. Смысл человека на земле, это служить Всевышнему, изучая Тору, это самое-самое главное. Главнее этого и важнее этого ничего нет. Раби Ишмаэль говорит, секундочку, но мы же говорим два раза в день в Шма-Исраэль. Шма-Исраэль, Ашем-Илокена, Ашем-Ихат. Мы говорим, в Асав-Таде Ганеха, и соберёшь ты свой хлеб, и вино, и оливковое масло. Значит, Всевышний же так предусмотрел. И вот мы пишем, да, прямо вот Бог говорит, Бог говорит здесь, значит, прям конкретно, если вы будете мои постановления соблюдать, и заповеди соблюдать, и будете их делать, то тогда я дам вам благоденствие, то есть дам я вам дожди в срок, и, значит, будут плоды, будете сеять, будете пахать, будете работать на земле. Как же так? Как же так, значит, говорит Раби Ишмаэль? Ведь понятно же, что человек должен работать здесь, да? Бог этот мир создан для того, чтобы человек обрабатывал этот мир и работал. А Раби Шимман говорит, нет, это, говорит, только те, которые проблемные. Это те, которые Богу не служат как надо, да? То есть те, которые, значит, он приводит другой там момент. Он говорит, сказал, сказал, по-моему, Иушуа бен Нун, когда они зашли в землю Израиля, он сказал, ваега табая мам ва лайла. То есть ты будешь трудиться над словами Торы и днем, и ночью. Он говорит, а когда же тогда работать? Если надо учить Тору и днем, и ночью, когда же работать? И здесь, смотрите, вот я только что ехал с сыном, я повторю то, что я с ним говорил, вот очень у меня был с ним такой разговор. Я ему говорю, смотри, есть люди, которые, они созданы, вот как был Яков, Иш, Юшев, Оалим. Яков и Исав родились два сына у Ицхака и Рифтия. Был Яков, он был человек, который сидел в шатрах, ему ничего не надо было, только учить Тору. Вот есть такие люди, они святые, они просто для них это вообще, только Тора их ничего материально не интересует. Это один вариант людей, да? Есть второй вариант, это люди, которые любят этот мир, которые им нравятся в разной степени, да? Есть, которым очень нравится этот мир, есть, которым он так себе нравится. Но есть люди, которые, они не могут себя полностью посвятить духовности. Так вот, если, я ему сказал, смотри, если у тебя есть призвание служить Всевышнему, и только служить Всевышнему, все, значит, у тебя спокойно, иди по этому пути, Бог о тебе позаботится. И я помогу, и все. Как есть анекдот, когда одна дочка-олигарха решила выйти замуж за, ну, Бахура Яшева, который хотел сидеть и учиться только в Яшиве. А она была дочка-олигарха, такого богатого, из богатейшей семьи, такой все. И она вот полюбила такого парня, который решил посвятить себя только Торе, изучению Тора и все. И он приходит с ее папой знакомиться. Папа ему говорит, скажи, говорит, а как ты дочку мою содержать будешь? Он говорит, Бог поможет. Он ему говорит, ну, подожди секунду, ты же собирается все время учить Тору, только и все. Он говорит, только учить Тору буду. Вообще, вот только буду с утра до ночи учить Тору, и ночью буду с вашей дочкой вечером поужинали, и, значит, и все. Он говорит, подожди, а работать? Он говорит, никакой работы, только Тора. Тора-то уманут. Те, кто учат только Тору, они называются Тора, его уманут, его профессия. Этот олигарх говорит, подожди секунду, а как ты будешь машину покупать? Ей же машина нужна, там, у вас детей много будет. Этот, называется тот, который учится в Яшиве, он называется Бахура-Яшива, как бы, человек, который учится в Яшиве. А тот, который уже женатый мужчина, который продолжает целый день изучать Тору, он называется, такое красивое название, Аврех. Он называется Отец Духа, если дословно перевести, Аврех, Отец Духа. Этот Аврех, да, который, он еще не Аврех, вот он женится, будет Аврех. Он говорит ему, послушайте, говорит, если ей нужна машина, а я учу Тору, и если Бог нам даст много детей, так Бог нам и поможет, чтобы была машина. Значит, он говорит, секундочку, подожди, а дети потом будут, как ты детей собирайся женить? Детей же у вас, наверное, будет, сколько ты хочешь детей? Он говорит, сколько Бог даст, но не меньше десяти. Он говорит, хорошо, а десять детей женить, это надо десять свадеб сделать. Как ты будешь десять свадеб делать, если ты сидишь, что Котору учишь? Он говорит, Бог поможет, говорит, я вам говорю, если я учу Тору, Бог поможет решить все мои вопросы. Есть Мишнав Пертьявод, значит, сказал Раби Нихуня Бен Акана, сказал так, Коля Микабеля Лав Оль Тора, каждый, кто принимает на себя Ермо Торы, С него снимают заботу о пропитании и заботу о бремя властей, на лоде там и все. А тот, кто порек мимо на Оль Тора, тот, кто себя сбрасывает Ермо Торы, на того одевают, значит, заботу о пропитании и бремя властей. Он говорит, я собираюсь взять на себя Ермо Торы и нести его, Юмам Валайла, днем и ночью, поэтому мне Бог поможет. Этот папа невесты говорит, ладно, говорит, хорошо, дочку мою будешь любить? Он говорит, буду любить ее, все в Торе, я же буду изучать шелханарух, что я обязан по отношению к дочке, все, буду просто, для меня шломбайт, это мир в доме, самое главное. А ваша дочка будет счастлива, потому что Тора сказала, как надо любить жену, жена будет просто самая счастливая женщина в мире. Олигарх потом с дочкой разговаривает, она говорит, ну как? Он говорит, ну ты знаешь, ну там вроде умный парень, хороший, все, значит, ну говорит, что, женись, выходи за него замуж, буду вам помогать. Говорит, вот мне вот что понравилось, говорит, что он меня все время Богом называл, что Бог поможет, это, ну он, папа, он говорит, я-то буду вам помогать. Но этот Аврех, он имел в виду, что не папа будет помогать, а папа небесный будет помогать, потому что Бог поможет, имеется в виду, что у Бога много путей, как помочь человеку, который полагается на Всевышнего всем сердцем. И вот в этой вот, как раз, недельная глава Беху Катай, она полностью вся даст нам расшифровку, завтра, послезавтра, послезавтра, даст расшифровку, что значит Бог говорит, если будете идти по моим заповедям, по моим постановлениям. И там есть как договор, что Бог обещает нам, и что мы должны делать для всех, а уже сказано, что мы должны, мы должны идти по его законам, все, вот это то, что он от нас просит. И тогда, вот мы сейчас Тору поучились, и мы с чистой совестью можем Всевышнего попросить, дай выздоровление всем, кто нуждается в выздоровлении. Все прям, вот можно, можно попросить, попросить, вот прямо взять, назвать имена. Тот, кому нужно, чтобы у вас было выздоровление или у ваших близких, обязательно пусть помолятся за других. Чтобы было Рефа Ашлема Даниэль Бен Эмма. Чтобы было Рефа Ашлема все, кто, Рефа Ашлема всем нуждающимся. Даниэль Бен Эмма, чтобы было ему Рефа Ашлема полное. Да, вот в основном, я вижу, писали Даниэль Бен Эмма. Я прошу, чтобы моей маме Бог дал полное выздоровление, она что-то сегодня вот плохо себя почувствовала. Чтобы было Рефа Ашлема Рита Бас Бася, ее зовут Рита Бат Бася. Значит, чтобы было Рефа Атаневш, Рефа Атагуф. И кому нужна работа, чтобы работа, благополучие, деньги, чтобы Всевышний дал вам работу, благополучие, деньги. Кому нужен, всем нам нужен мир. Всем нужен мир. Я просто, вот, ну, зачем дальше продолжать войну? Ну, уже понятно, что это было бессмысленное начало. Бессмысленно абсолютно, ну, нету никакого смысла в нападении на Украину, чтобы остановилось это нападение. Отвели войска и чтобы опять мир вернулся к прекрасному мирному существованию. Весь мир живет мирно. Но это так прекрасно, когда там та же Америка, у нее Мексика рядом, в хороших отношениях. Канада рядом, лучшие друзья. Европа, все страны, значит, все страны друг с другом без границ, без всего. Летайте, заходите, никто никого не боится. Давайте жить, чтобы весь мир так жил. Давайте вот сделаем так, чтобы весь мир так жил. И об этом мы молимся, просим, чтобы весь мир жил по законам Всевышнего. И чтобы был мир, чтобы никто больше не воевал. Все, удачи, всем успехов, хорошей недели, хорошего дня, хорошего месяца, хорошего года. И чтобы мы соблюдали постановление и заповеди Всевышнего. Кто не женился, еще чтоб женился. Кто женился, чтобы был дома Шломбайт. Обязательно, чтобы была Арифашна Машушана Батнахама. И всем выздоровления, благополучия и Шломбайт. Мир в доме.